Всем привет! Я рада вас приветствовать на своей кухне. В это видео я хочу посвятить хлебу. Вы любите запах свежего хлеба дома? Я очень! Я хочу показать вам разные рецепты выпекания хлеба в домашних условиях. Быстро, вкусно и недорого. Этот хлеб очень вкусный, полезный и делать его совсем не сложно. Я приготовлю ирландский, французский, итальянский, кавказский хлеб и хлеб без глютена. Начнем с серого, содового ирландского хлеба. Этот хлеб дешев и сытен. Традиционно он выпекается из обычной муки, не высшего сорта, пахты и соли. Этот хлеб стал неотъемлемой частью обеда ирландцев. Для этого хлеба нам надо 175 грамм обычной муки, 175 грамм цельнозерновой муки, пол чайной ложки разрыхлителя, пол чайной ложки соды, пол чайной ложки соли и 285 грамм пахты или несладкого йогурта без добавок. Я использую самодельную сметану, которую вы можете посмотреть в предыдущем видео. Разогреваем духовку 200 градусов. Высыпаем в большую миску оба вида муки, соды, солью с разрыхлителем и перемешиваем, чтобы равномерно все перемешалось. Делаем в луке углубление, вливаем сметану или йогурт или пахту. Хорошенько все перемешиваем. Вымешиваем до однородности. Собираем сок шар, перекладываем на посыпанный мукой протинь, сделаем надрез в виде кристалл. Это позволит воздуху проникать глубже. Выпекаем 35 минут при температуре 200 градусов, остужаем при подаче. При постукивании должен быть пустой сбок. Этот хлеб хорошо есть на завтрак, с маслом, с сыром, также с домашней ветчиной, куриной. Ветчину можете посмотреть тоже в предыдущем видео. Следующий хлеб, который я хочу вам показать, это хлеб без глютена, из овсяных хлопьев и отрубей, с тыквенными и подсолнечными семечками и кунжутом. Это хлеб очень полезный и очень вкусный. В этот хлеб мы тоже будем добавлять молочный кислый продукт. В данном случае я взяла ряженку. Овсяные хлопья и овсяные отруби я перемолола в муку. Нам нужно 220 грамм. Ряженка или кефир 200 мл, 4 яйца, разрыхлитель 1 пакет, соль 1 чайная ложка, тыквенные подсолнечные семечки, мускатный орех, 1 столовую ложку и семена кунжута. Играет музыка. Смешиваем все компоненты, вливаем форму для запекания, посыпаем сверху семенами кунжута и будем выпекать 190 градусов 30 минут. Смешиваем все компоненты, кавказский хлеб на кефире. Челпагаш. Делать его очень легко, быстро и просто. Выпекают его в виде лепешек. Можно его делать с любой начинкой, с творогом, с картошкой, с ветчиной, с сыром. Пекут на сухой сковороде, на масле или без масла. Подают такие лепешки с мясом, макают их в соусы, едят с шашлыками или просто на завтрак. Ну, посмотрите, как я их приготовлю. Для этих лепешек нам надо 500 грамм муки, 500 грамм кефира теплого, 1 яйцо, 1 чайная ложка соды, 2 столовых ложки растительного масла. Кефир смешиваем с содой. Он начинает пениться и увеличивается в объеме в 2-3 раза. Перемешиваем все, добавляем яйцо и растительное масло. Муку просеиваем, добавляем ее в кефир, затем соль, перец по вкусу, можно добавить прованские травы. Вымешиваем тесто, чтобы оно не прилипало к рукам. Создаем шар и дадим немного ему отдохнуть, 10-15 минут. Делаем из него шарики, лепешки. Можете тонко катать, можете сделать толстенькие. И жарим их на сухой раскаленной сковороде друмяного цвета с двух сторон. Потом сверху можно помазать растопленным сливочным маслом. Музыка 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 Следующий хлеб я вам хочу показать – это итальянская чиабатта. По-итальянски чиабатта означает тапочек, поэтому его пекли в форме вытянутого тапка. Чиабатта готовится небыстро. Подают ее из чесночного оливкового масла. Сначала нужно приготовить закваску – пулиш. Для нее нам нужно 1,8 ч.л. сухих дрожжей, 7 ст.л. теплой кипяченой воды и 150 г пшеничной муки высшего сорта с высоким содержанием глютена или клейковины. Для теста нам нужно 1,5 ч.л. сухих дрожжей, 2 ст.л. теплого молока, 150 мл теплой воды, 1 ст.л. оливкового масла, 275 г муки высшего сорта и 1,5 ч.л. соли. Приготовим закваску. Смешиваем дрожжи и 2 ложки воды, пусть постоят 5 минут, до однородного состояния. Подписывайтесь на мой канал. Домешиваем оставшуюся воду и муку до однородности. Обтянем это пленкой и оставляем в теплом месте на сутки. Сутки прошли. В маленькой пиалке смешиваем дрожжи и молоко. Пусть постоит 5 минут. Замешиваем закваску, молочную смесь с водой, маслом и мукой. Все перемешиваем в миксере. Добавляем соль и вымешиваем тесто до однородного состояния. Перекладываем смазанную маслом миской, обтягиваем пленкой и оставляем подниматься до увеличения объема. Выкладываем на противень, режем на две части. Присыпаем мукой, накрываем влажным полотенцем, пусть еще поднимается. Разогреваем духовку до 220 градусов. Выпекаем 20 минут до равномерного золотистого цвета. Ну и последний хлеб, про который я сегодня хочу вам рассказать, это французский хлеб. Я пеку его в хлебопечке. Это очень удобно, без всяких хлопот. В хлебопечку форму я насыпаю 0,75 чашки воды, 2 чашки муки, 1 чайную ложку соли, 2 столовых ложки сахара и 1 чайную ложку сухих дрожжей. Нажимаю кнопочку программы «Французский хлеб» и забываю про него. Потом раздается определенный сигнал, она сама и мешает, подогревает, тесто в ней поднимается, просто накидал ингредиентов и хлеб готов. Вот такой хороший, румяный, с хрустящей корочкой получился французский хлеб. Ну на этом я и заканчиваю свое видео о хлебе. Из этого следует, что для приготовления осталось сделать пару шагов до кухни. Живите чисто, любите откровенно, пеките с улыбкой. И помните, что такого вкусного и ароматного хлеба вы не купите ни в одном магазине. А сегодня я с вами прощаюсь. Будьте здоровы! До следующих видео, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!